Православная молодежь по благословению святейшего патриарха московского Эвсиаруси Кирилла по всей стране в эти дни поздравляла с Днем Победы тех, кто дал им счастливое будущее, мирное небо над головой. Корреспондент Светлана Соколова в течение полутора недель сопровождала группу молодых людей, которые поздравляли ветеранов Москвы и области. Здравствуйте! 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 Поздравляю вас! Спасибо! Пожалуйста, дорогие! Спасибо! Спасибо! Здравствуйте! 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 Другой, 85-й! Здравствуйте! 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 Счастливые лица с радостными улыбками, подарки, поздравления. На пароле встречает семья шапошников, ветераны. С особенным чувством ребята шли в этот дом. Эта семья – пример для всех. Познакомились в 46-м, сразу после войны. Держать за руки по жизни вместе идут уже 65 лет. Очень благодарна всей молодежи, что не забыли нас в такой вот хабрике. Хороший день, день победы. Конечно, прожили мы тяжелую, но хорошую жизнь. Счастливую. Счастливую. И счастливую, и счастливо. Детей вырастили, внуков вырастили, а теперь и правнуки растут. У каждого ветерана своя история войны, свои потери и радости, тяготы, но победа одна на всех. 2 мая, в День памяти Блаженной Матроны Московской, Святейший Патриарх призвал молодежь посетить ветеранов и подарить им частичку времени любви. Я благословляю всех вас, мои дорогие, мои соработники, осуществить это доброе дело и принести пасхальную радость тем, кто сражался за Родину. Храни вас Господь. Цветы, подарки, нарядная одежда, пилотки. Ребята к поздравлениям ветеранов готовились ответственно. К Пашковой Таисе Ивановне шли с большим интересом. Все-таки старшина 3-й гвардии военно-воздушно-десантной дивизии. Спать приходилось 3-4 часа, да и совсем не поспать. А так, готовишься, кушать, спать хочется, среди комнаты встану, в руки пущу, моментально засыпаю. Двинулась, не пойму, спалась. На войну Таиса Ивановна отправилась юной девушкой. Ей было всего 20. Принимая поздравления, ветераны делились своими воспоминаниями военных лет, показывали медали, фотографии. Молодые люди невольно становились свидетелями живой истории. Цветлый ум, веселый нрав, простота Таисы Ивановны заворожили ребят. Они еще долго не хотели уходить. Пели песни, задавали вопросы, с любопытством примеряли военный берет. Молодежь как не старалась, правильно одеть его не сумела. Здесь необходима сноровка. Завершили визит, общем, фото на память. Друзья, улыбку, пожалуйста. Десятки адресов посетили молодежные группы в Москве и Подмосковье. Помимо гостинцев, ребята дарили ветеранам иконы с патриаршем благословением. Особенным был визит к духовному святелику России, старцу-исповеднику Архимандриту Кириллу Павлову. Звание лейтенанта участвовало в обороне Сталинграда. Командовал взводом. Сегодня старец прикован к постели инсультом. Недвижим и безмолвен. Уже несколько лет. Но ребята знали, батюшка слышит их поздравления. Многое лето, многое лето, многое лето. Невозможно представить те ужасы, через которые прошли ветераны. Невозможно оценить силу духа и мужества, которую они обнаружили в себе, когда, вопреки всякой логике войны, выжили и победили. Я считаю своим неоценимым долгом, потому что наши дорогие ветераны, они нам дали все, они дали нам сегодняшний день. Поэтому низкий им поклон за их подвиг, который мы просто даже не в силах оценить. Это правда, низкий поклон. Мучкина Дарья Ивановна в этом году уже отметила 99-й день рождения. Во время войны защищала столицу, сбрасывала бомбы зажигалки с крыш. Один раз, сбрасывая бомбу, сломала руку. Она у нее так и срослась неправильно. Также под Москвой помогала рубить лес. На этой фотографии ее муж. Войну был пожарный в Москве. Я рада. Спасибо вам, ребята. Дай бог, чтобы не было войны. Когда была война, то мне с Украины тоже брат-то мне под танк лег, Стефан. А дедушку снарядом тоже вот в это убил. Вот. И он мне писал письмо, что в реке, там под Киевом есть река, там она была вся кровью налита. Вот. От крови. Сколько погибло? Ведь сто с лишним миллионов уже погибло в эту войну. Дай бог, чтобы ее не было. Не хочу никого, чтобы вы не видели ничего. Я хочу добра. Хочу только добра. Больше ничего, ребята. Нам это не знакомо, для них это не забыто. Они помнят все в подробностях. Человеку, прошедшему войну, хорошо известна боль, голод и страх. Живя, сумею все пережить. Печаль и радость и травогу. День пережить и слава Богу. Молись о Богу. Это чучело. В каждом доме группы молодых людей встречались с большой радостью и со слезами на глазах. Многие ветераны болеют или одиноки. И сегодня простое человеческое общение для них роскошь. Павел Остапович воевал за Севастополь. Сегодня живет один. Буховская Зоя Герасимовна воевала на Дальнем Востоке. Сегодня уже не встает с кровати. Вы для нас делали столько много. Вы дали нам жизнь. Поэтому низкий вам поклон. Пусть вас Господь хранит на многие годы. И чтобы ваша болезнь полегче протекала. Про степного сизого орла. Про того, которого любила. Про того, чьи письма берегла. Кузьминкова Людмила Леонидовна воевала на территории Европы. Участвовала во взятии Берлина. Слушайте, а вообще, знаете, что я вам скажу? Вообще, вот такой вот это, первый раз в жизни у меня. Да. Ходи не упасть в обморок. От чур. День Победы прошло 69 лет с тех пор. Люди, которые защищали Родину, их осталось живых немного. И здесь главное вовремя успеть сказать спасибо за нашу свободу. Пока есть еще те, кому это можно сказать. Эти ребята не раздумывают. Они просто делают. День Победы, День Победы, День Победы.